МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире информационная программа Республика в студии Ольга Алексеева. О главных новостях прямо сейчас. Чистая вода. Чебоксарский водоканал празднует юбилей. СМОТРИ ВОБА. В Чувашии создают штаб общественного наблюдения за голосованием на выборы главы республики. Активное долголетие. В Чувашии подписали указ о бесплатных занятиях физкультурой для лиц старшего возраста. Чебоксарскому водоканалу 65 лет. В Рио главы Чувашии Олегу Николаеву показали, что представляет собой нынешняя система бесперебойного снабжения и очистки воды в столице республики. Главным экскурсоводом на время стал директор Владимир Васильев. Сырая вода забирается просто с водки. Сейчас работают два насоса. Чистая вода в кранах и обеззараженные стоки так видят свою миссию коллектив старейшего предприятия. Сложнейшая система водоснабжения, а это около 700 километров труб, периодически подвергалась модернизации. С 1 ноября 2016 года здесь полностью прекратили сброс в Чебоксарское водохранилище промывных вод без очистки. Внедрение новых технологий решило проблему утилизации осадка. Очистного комплекса такого уровня нет во всем Поволжье. На самом деле предприятие очень здорово двигается по пути модернизации. При этом, надо сказать, хотя и предприятие является одним из самых технологичных на побережье Волги по сравнению с соседями, но тем не менее, конечно же, все стареет, требуется серьезная технологическая модернизация. Для системной модернизации предприятие вошло в проект Банка реконструкции и развития «БРИКС». Выделенные средства позволят завершить масштабные работы по полной реконструкции сетей и замене устаревшего оборудования. И это не первый случай участия водоканала в тендерах международного уровня. Есть опыт участия в международных проектах и привлечения средств международных банков. Это, по сути, дает толчок к развитию и позволяет нам модернизировать оборудование без бюджетных средств республики, города и без увеличения тарифа. Специалисты отмечают, что новые технологические проекты призваны в первую очередь восстановить экологический баланс, оздоровить Волгу. Строительство и модернизация очистных сооружений включены в федеральную программу с одноименным названием. Предстоящие планы позволят очень серьезно усилить экологическую составляющую данного объекта, потому что, как уже было сказано выше, объект является практически экологически чистым объектом. То есть обеспечивается полный замкнутый цикл производства. То есть вода забирается, вода очищается, остатки определенным образом обрабатываются и получается практически материал удобрения, который используется для озеленения территории города в целом. И за счет этого получается вот такой вот многоступенчатый, очень полезный процесс. Ульяна Пятакова, Алексей Зотиков, Андрей Шоклев, Республика. В преддверии холодов на повестке дня готовность объектов к подаче тепла. В крупных городах – это ТЭЦ, в райцентрах и поселениях – котельные. Один из проблемных адресов – село Богатырево, что в Цивильском районе. Местная котельная полностью исчерпала свой ресурс. Там побывал в Рио главы Чуваши Олег Николаев. Он поручил в кратчайшие сроки наладить систему теплоснажения этого населенного пункта. Как идет работа в этом направлении, рассказал глава богатыревского сельского поселения Андрей Лаврентьев. На селочине по ремонту котельных в селе Богатырево выполнены следующие мероприятия. Договор на поставку двух котлов заключен и срок поставки у них до 10 сентября. Договор на выполнение работ также заключен срок до 1 октября 2020 года. Деньги на эти цели выделила администрация Киевского района. Старые котлы демонтированы. Места для новых котлов подготовлены. Отопительный сезон 20-21 годов войдем в запланированные сроки. Что нужно сделать, чтобы коммуналка не дорожала? Как добиться снижения стоимости ресурсов и получить возмещение средств, потраченных на модернизацию? Об этом говорили сегодня на региональном форуме «Модернизация жилья». Здесь собрались эксперты в области ЖКХ и представители организаций, работающих в этой отрасли. Специалисты утверждают, что 20% тепла, а соответственно и деньги уходят через форточки и неутепленные фасады. Главный способ снижения стоимости коммуналки – контроль за расходованием тепла в жилых домах и повышение эффективности поставщиков ресурсов. Простейшее оборудование, которое позволяет регулировать поступающее тепло, счетчики движения, теплые фасады и индивидуальные тепловые пункты, позволяет экономить серьезные средства. На проведение таких мероприятий фонд содействия реформированию ЖКХ выделяет субсидии, а организация ЖКХ-контроль помогает безвозмездно рассчитать потенциал энергоэффективности дома и подать документы. В Чувашии одному дому уже одобрили субсидию по этой программе. Там установили систему автоматического регулирования теплоснабжения. На эти работы было затрачено более 900 тысяч рублей, а федеральный фонд субсидировал почти 550 тысяч. Эти средства можно направить на другие ремонтные работы и вновь подать заявку на субсидирование и вновь сэкономить. Сейчас заявки на участие в этой программе подали еще два дома. Все, что нужно остальным – обратиться в Национальный центр общественного контроля в сфере ЖКХ. Будущий год ознаменован 80-летием строительства Сурского и Казанского оборонительных рубежей. С ноября 1941 по январь 1942 года войска Гитлеровской Германии стремительно продвигались вглубь Советского Союза. Остр стоял вопрос обороны. Около 200 тысяч жителей Чувашии в тяжелейших условиях три месяца трудились на строительстве укрепительных сооружений. Один из них – герой нашего сюжета Нил Морозов. Нил Морозов подростком участвовал в строительстве оборонительных рубежей. Трудился на Янтиковском участке. Сегодняшняя молодежь даже представить себе не может, с какими сложностями он. Мальчик 16 лет столкнулся в год Великой Отечественной войны при строительстве рубежа. Приехали мы на санях. Холодно было. Одет был очень плохо. Лаптях. Брюки, штаны, как говорится, портянки, и фуфайка, и малаха, и так далее. Со взрослыми местами. Строить было очень тяжело, как говорится. Все вручную. Притом техники никакой не было. Та зима, вспоминает Нил Гаврилович, была прямо лютой. Температура доходила до минус 42 градусов. Рабочая смена длилась до 12 часов. И до чего же вечером было приятно зайти в теплую избу, где накормят и уложат спать. Пусть на пол, но у печки. А рано утром снова на строительство. В конце января, как мне помнится, все это завершили досрочно. Досрочно. Очень даже, как говорится, достойно, героически работали. Трудные трудные. Очень-то там Чуваши. И за это даже благодарность получила. Сегодня, спустя почти 80 лет, подвигу тружеников тыла посвятили специальный проект. Героические страницы сурского рубежа. С того момента, как Олег Николаев объявил 2021 год в Чуваши годом трудового подвига строителей сурского и казанского оборонительного рубежей, у нас в школе возникла идея создать выставочную экспозицию. И не просто статичную, а мобильную, передвижную, которая могла бы быть полезна не только нашей школе, но и всему педагогическому образовательному сообществу, как муниципалитета, так и республики. Ученики школы номер 38 занялись сбором материалов для экспозиции проекта. Первым делом делегация отправилась к участнику Великой Отечественной войны и строительства оборонительных укреплений к нашему герою, Милу Гавриловичу Морозову. Чтобы не только из первых уст узнать о строительстве рубежей, но и поблагодарить ветерана за большой вклад в победу. Ульяна Пятакова, Юлия Адюкова, Николай Скворцов, Республика. В Чувашии появится штаб общественного наблюдения за выборами. Его создание инициировал в Рио главы Чувашии Олег Николаев. Это обеспечит максимальную прозрачность и честность выборов. Выборы в этом году будут проходить три дня – 11, 12 и 13 сентября, чтобы не нарушать ограничительных мер и обеспечить безопасность граждан. Социологи прогнозируют, выборы главы Чувашии пройдут при высокой конкурентной борьбе. Все пять кандидатов проводят встречи с избирателями, выпускают агитационные материалы. С 15 августа предвыборная кампания идет на телевидение и радио. В штаб будет стекать вся информация о подготовке к выборам в ходе голосования, возможных нарушениях и принятых мерах. Координировать работу будет общественная палата. Мы хотим собрать в этот штаб по общественному наблюдению за вами представителей не только, скажем, узкий такой круг, не только общественной палаты, но и всех представителей некоммерческих организаций, которые с нами сотрудничают. Мы предлагаем туда, чтобы вошли представители от кандидатов, которые выдвинули свои кандидатуры на должность главы Чувашской республики. Мы предлагаем, чтобы туда вошли представители политических партий, вообще видны общественные деятели, люди, что мнение является весомым для Чувашской республики. Мы хотим, чтобы выборы, чтобы была беспристрастность при оценке всей этой выборной кампании. В Чувашии с начала года на границах Горьковской железной дороги зафиксированы пять дорожно-транспортных происшествий. Три на переезде Лапсара-Новочебоксарск. Один из последних случаев произошел на днях. Локомотив столкнулся с автомобилем. Причиной ДТП послужило грубое нарушение правил дорожного движения водителям «Шкоды-Октавия». Казань обслуживает 51 железнодорожный переезд в границах Чувашской республики. На участках регулярно проводятся осмотры и профилактические работы. Особое внимание уделяется техническому оснащению переездов, оборудованию, устройствами безопасности, системой фото- и видеофиксации, работам по асфальтированию подходов через пути. Уважаемые водители, хотелось бы к вам обратиться и напомнить по серьезности соблюдения правил проезда железнодорожных переездов. Обращать внимание на звуковую, световую сигнализацию на ЖД-переезде. Не пренебрегать знаком 2.5 движения без остановки запрещено. Важная информация. Порядок курсирования пригородного поезда с сообщением «Канаж-Чебоксары» изменится. Это связано с ремонтными работами на перегоне 38-й километр и шлей. Поезд будет стартовать со станции «Канаж» в 4 часа 34 минуты. Изменения коснутся всех остановочных пунктов по ходу следования. Прибытие на станцию «Чебоксары» в 6.58. Подробную информацию о расписании пригородных поездов можно получить по телефону, который вы видите на экране. И в мобильном приложении «Пригород и РЖД пассажирам». Спортивная жизнь Чувашии постепенно возвращается в прежнее русло. Разумеется, с поправкой на коронавирус. Наряду с разрешением на открытие фитнес-центров и других объектов, в Рио главы Чувашии Олег Николаев подписал указ о бесплатных групповых занятиях физкультуры и спортом для людей старшего поколения. Благодаря этому указу больше людей старшего поколения придет в спортивные залы, бассейны, фитнес-центры. Предполагается, что они будут активно заниматься физкультурой и спортом, что поможет им укрепить здоровье, увеличить продолжительность жизни, найти друзей и единомышленников. Кроме того, приняты дополнительные меры для подготовки резервы для спорта высоких достижений. Мною был подписан приказ о предоставлении объектов спорта, которые находятся в подведомстве у Министерства спорта, для членов спортивных сборных команд Чувашской Республики по льготной цене 5% от стоимости предусмотренной пресс-куренты. Марафон Талантов Это были главные новости вторника. До свидания!